Закупнись. Слова на упуске. С ледра? С ледра. Нет, ледра она такая-то такая. А на таком можно поделать. А ну, доехать, я нахожусь. Объявление для посетителей. Родители, радиологи и жены, подойдите, пожалуйста, в детской иGs. Родители, радиологи и жены, подойдите, пожалуйста, в детской иGs. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сегодня езжу в Икею. Если бы вот цветочку вот такого вот фикуса купить горшочек... Ой, девчонки, сколько там всяких горшков? Я выбирала, выбирала, выбирала и остановилась просто. Ну, там такой выбор, что просто нереально выбрать, наверное, остановиться на чем-нибудь. У меня было 3 или 4 варианта, и все-таки остановилась вот на таком, на нейтральном. Он будет у меня стоять в прихожке на полу, и вроде как бы у меня под плинтус и под пол что-то подходит. Ну, не знаю. Вот. Купила я вот такой вот бравиль, который пойдет у меня вниз горшка, и сверху я украшу. Тоже в Икею купила. Мешок большой, но у меня в перспективе будет на лучшее, в такой темный сад. И, наверное, все уйдет. Во всяком случае, точно на несколько горшков мне хватит. Горшок у меня изначально был другой, но одна из девочек, большое спасибо, написала мне, что у меня все выдержано в стиле, ну, и куплено все из Икеи, а горшок такой африканский получился. Ну, да, я как-то не подумала сразу об этом. Он мне подходил по размерам и купила. А вот этот мне, конечно, нравится больше. Он будет и под обои, и к полу, и к плинтусу подходить. Ну, как-то не бросаться, стоять в уголочке, закрывать у меня ротор. Так что сегодня мы пересаживаем вот этот цветочек. Подарили мне его еще год назад, на день рождения. В сентябре будет год. А я его никак не пересажу. Сестра мне уже говорит, что ты его мучаешь, давай пересаживай. Так что он будет первым жителем в этой квартире. Поливать его надо раз в неделю. И у меня будет тут жить хоть кто-то живой. Потому что я никак-никак вот не перееду. Держит меня кухня. Потому что все остальные недоделки меня не пугают. Но это, наверное, не раньше осени будет. Не получается все с финансами. Хочется все красивое. Не дешевое. Все сейчас очень дорого. Ну, давайте пересаживать цветок. Ну что, приступим. Берем горшок. Вот здесь потом надо будет убрать вот эту штучку. Не забыть, через нее будет выходить там дырочка, лишняя влага. Так, убрали. Мы засыпаем гравий, чтобы припалили, не отзаставивала снизу вода и не гнили наши крышечки. Зимы я купила в магазине в карусели для цветов, универсальная, которая подходит. Тут был написан для всех видов цветов, декоративных. Ну, в общем, как раз и у меня. Нам сейчас надо закрыть немножко гравий. Кстати, это называется не пересадка, а перевалка. Кто и занимается цветами, тот знает. Когда вот из такого цветочка мы переваливаем уже в другой горшок. Вообще он должен сейчас выйти, как-то хорошо очень, из этого цветочка. Но так оно и есть. Устанавливаем. И вот сейчас вот эти пустоты я буду засыпать землей и слегка ее тромбовывать. Вот совсем ее так снимем, тромбовывать не надо. Она все-таки должна дышать. Ну и все-таки земля все равно должна заполнить все вот эти пробелы. Почти полный пакет у меня ушел. Может быть, припаливая, она потом еще отсядет пердобавра. Вот здесь вот немножечко так вот рампуем по краешку. Чтоб туда вода стекала. А не было бы здесь не заставилось. У шеи к растению. Ну вот. В принципе, все. Сейчас мы его только палием. Можно оставить его на место. Так, ну, сейчас вот мы потихонечку польем. Может, даже я еще потом немножко присыплю. Посмотрю. Еще чтобы он... Полторы недели ему надо его поливать будет. В общем, все поставим сейчас. И полторы недели цепочку на тупой. За это время он все переживет, что с ним произошло. И, надеюсь, будет очень хорошо себя чувствоваться. Ну, что, я думаю, что уходит перевод, наверное. И сейчас сверху я еще посыплю вот этим же кровью. Ну, вот тут он у меня будет стоять. Я еще видела там такой куршинчик, клеечка. Может быть, даже вот сбоку поставлю, чтобы и вода отставилась, была чистая, отстойная. Ну, и может, для эстетики. Как его лучше поставить? Ну, я думаю, что он хотя бы разрастется у меня. Там все-таки три таких растения вместе. В природе ведь они до 35 метров вырастают. Но в комнатных условиях, по-моему, не больше трех метров. Ну, я надеюсь, что у меня такой не вырастет. Но если он вырастет метр, то меня бы это очень устроило. Ну, вот, девочки, все. Пока. Ну, вот что он мне должен закрывать. Вот роутер и роутер-то, ладно, вот эти провода. Надеюсь, их будет не видно. Приятно будет заходить домой и сразу видеть светочек живой. Он будет меня первым встречать. Продолжение следует... Продолжение следует...